Многоповторка или малоповторка? На эту тему сейчас существует огромное количество споров, мнений, и самое главное, что есть спортсмены, которые показывают отличный результат, применяя и тот, и другой метод, и, соответственно, кто-то комбинирует, но многие люди хотят услышать, что же эффективнее, да, и что же такого волшебного несет в себе силовой тренинг, что волшебного несет в себе многоповторка. В первую очередь важно понять, что и то, и другое, это лишь вариант нагрузки на мышцы, и все это будет являться механическим напряжением, так называемым. Бывает еще окислительный стресс, бывает метаболический стресс, но и то, и другое, это все объединяет механический стресс, то есть механическая нагрузка на мышцы. И многие спортсмены, которые применяют, допустим, на себе многоповторку, имеют отличные результаты и применяют они ее достаточно долго. Кто-то, допустим, говорит, что нет, это все ерунда, вам нужно переключиться на силовой тренинг и делать тяжелые веса на малое количество повторений. Почему и то, и то работает приблизительно одинаково и что на самом деле отличает многоповторку от малоповторки, сейчас постараемся разобрать. За последние, наверное, где-то года три, скажем так, все ученые, эксперты, которые связаны с фитнесом, которые проводят различные исследования на эту тему, проводят исследования как на любителях, так и на профессионалах, пришли к одному и тому же выводу, что рабочий именно диапазон повторений, именно если мы говорим о гипертрофии мышц, потому что многих интересует именно гипертрофия, диапазон повторений одни говорят, что от 3 до 30, другие говорят, что от 5 до 30 повторений. Ну, это приблизительно одинаково. И вот этот диапазон повторений, он должен быть не просто как набор повторений сделал там на 5-7 повторений, сделал на 8-10, 10-12 или же 20-25. То есть задача во всех абсолютно диапазонах повторений довести мышечную группу до отказа, либо до предотказа. То есть отказ от предотказа отличается только тем, что работая в отказ, вам обязательно нужно, чтобы вас кто-то страховал, потому что, ну, не дай бог, в последнем повторении не получится там выжать штангу, да, и травмироваться, или, не дай бог, придавит, чтобы не было никаких тяжелых последствий. Вот. Предотказ выполняется до, скажем так, если мы будем измерять в процентах, вот, допустим, 100% это отказ, 98-97% это предотказное состояние, когда, к примеру, вы понимаете, что способны 25-е повторение выжать изо всех сил, вылазя из кожи, но делаете, допустим, 24 и ставите штангу для того, чтобы не травмироваться. Отличие здесь заключается лишь в том, что на психологическом уровне также, вот об этом важно поговорить, многие спортсмены, и в частности девушки, в большей степени, они, ну, как-то психологически не готовы поднимать вес там на 4, 5 или 6 повторений, да, и чаще всего принято у девушек выкладываться там, ну, диапазон 10-12, а иногда даже и больше, 15-20 повторений. Соответственно, если вы придете в какой-то зал, вы можете увидеть то, что девушка поставила какой-то себе вес, допустим, нажиме ногами, пусть будет 50 килограмм, и вот она ложится в тренажер и выполняет, допустим, там, первое, второе, третье, пятое, и приближается к своим 15 повторениям, потому что она выбрала этот диапазон повторений. И, допустим, она выжимает 13-е, 14-е, 15-е повторения, ставит вес, встает, минутку отдыхает, ковыряется в телефоне, и если посмотреть на то, как она выполняет подход, то мы видим, что первое, второе и третье повторения, 13-е, 14-е, 15-е, они выглядят одинаково, они выглядят даже эмоционально одинаково, то есть на лице нету никаких таких вот искажений, покраснений лица, да, то, что человеку тяжело. Соответственно, мы понимаем, что она делает просто набор упражнений без какого-либо отказа, она не доводит свои мышцы до физического отказа, соответственно, она не работает на 100%. Но если же этой девушке поставить, к примеру, вес, который она будет выполнять там на 7 или 8 повторений, то либо она будет к этому не готова, она скажет, что мне тяжело, и она также не сделает в отказ 7 или 8 повторений, она сделает раза 3-4, скажет, ой, так тяжело, я это делать не буду, и поэтому они выбирают такой диапазон повторений. Но и в первом, и во втором случае нету работы в отказ. Так вот, если вес подобран максимально тяжелый, и делая там первое, второе, пятое, и, допустим, там восьмое повторение, действительно наступает настоящий физический отказ, то мы либо выжимаем вес, либо нас придавит. А когда выполняются на, допустим, 15 повторений или там на 20, то чаще всего у основной массы спортсменов, и это не касается только девушек, наступает мнимый отказ. Что такое мнимый отказ? То есть человек чувствует жжение в мышцах, он чувствует напряжение в голове, да? Вот представьте себя, я думаю, то, что многие из вас пробовали делать, допустим, жим штанги лежа на 5 повторений, да? Или сделать приседания на 25 повторений. Где-то на 12, 13 или 14 повторений в приседании у вас начнут гореть ноги, у вас будет высокий пульс, у вас будет сильная отдышка, вы будете потеть. И, допустим, дойдя до 20 повторения, вам уже может казаться, что наступает отказ. Но в большей степени этот отказ, он несет в себе психологический характер. То есть вам тяжело, вы думаете то, что все, больше я встать не смогу. Но на самом деле, если рядом будет человек, который будет вас мотивировать, или рядом будет стоять человек, который скажет, давай, ты можешь еще, ты победишь, старайся. Или давать какие-то различные советы, да, поддержку. Или же он скажет, вот твоя задача сейчас присесть 25 раз, и ты получишь миллион долларов. И человек, который думал, что он может присесть только на 20 раз, за миллион долларов он берет и садится на эти 25 повторений. Потому что он может сделать это физически. И, допустим, ну так сложится то, что 25 повторение действительно будет настоящим, отказным. И, допустим, если этот же спортсмен будет выполнять второй подход, третий или там четвертый, то возможно, что с каждым последующим подходом он будет терять одно, два, может быть там три повторения из-за физической усталости. Но вот эта мотивация, это всего лишь мотивация для того, чтобы сделать вот это 25 повторение, да, хотя спортсмен готов был уже сдаться на 20, потому что ему было уже тяжело и на 15, и на 16, и на 17, да, он чувствовал, что он глубоко дышит, высокий пульс, жжение в ногах и так далее. И, соответственно, ему хотелось закончить свой подход раньше времени. Но если же вес бы стоял такой, в котором он бы даже хотел бы сделать больше, допустим, восьми повторений, но физически подобрал такой вес, что восьмое было бы отказным, вот этих моментов, которые возникают при многоповторном тренинге, там, закисление мышц, высокий пульс, не знаю, головокружение, да, какая-то тошнота. То есть все сторонние факторы, которые влияют на то, чтобы достичь этого самого отказа, скорее всего, человек, который делал бы там на восемь и желал бы сделать девятое повторение, он бы просто не смог, и его бы придавило. В многоповторке такого не происходит. Соответственно, теоретически мы можем сказать, что многоповторный тренинг менее эффективный по вот этим принципам, что в нем никто по-настоящему не может выкладываться. и не доводит себя до настоящего отказа, а не до мнимого, да. Но если также теоретически мы понимаем, что и тот, и тот тренинг мы способны довести до отказа, то получается, что и тот, и тот тренинг одинаково эффективен для гипертрофии. Разница лишь будет в том, что в одном у нас будет вес легче, в другом у нас будет вес тяжелее, и физические ощущения будут немного отличаться при выполнении упражнения. Соответственно, это и может в первую очередь влиять на то, что многие спортсмены в многоповторном тренинге не достигают состояния отказа, и чаще всего, если вы обратите внимание, многие, кто тренируются, частенько в конце тренировки остаются силы, у ребят есть какая-то основная программа тренировок, они что-то там сделали, допустим, спину, в конце сделали бицепс, и бывает такое, они говорят, «Так, я сейчас сделаю добивочку», и вот они подходят, где-то там какая-то штанга лежит, возможно, неразобранная, возможно, маленькая, которая не разбирается, допустим, спортсмен делает вес 40 килограмм на бицепс, а там лежит двадцатка, он может подойти и просто на большое количество повторений поделать подход, естественно, ощущения в мышцах, вот этот памп, жжение и так далее, создают такой мнимый, ложный эффект того, что это дополнительная эффективность, это добивочка, но на самом деле она не несет в себе никакого волшебства и не является пользой, но ощущения для многих, да, вот эти вот пампинг, жжение, они могут влиять на то, что как будто бы ты получаешь дополнительный стимул тренировочный, и здесь важно осознавать, что если уж вы взялись за штангу, и она гораздо легче вашего веса, и вы хотите извлечь эффективность из этого подхода, то доведите действительно до настоящего отказа, то есть, если вы сделали 20 раз, но вы в голове осознаете, что вы можете 30, и вес действительно настолько легкий, что может быть там вылезет и 33, и 34 повторения, доведите мышцу до отказа, тогда подход будет эффективным, но лучше всего, если у вас остались силы, примените просто дополнительный лишний подход своей обычной техники, своего обычного диапазона повторений, и это будет куда более эффективно.